Предварительное внутрипартийное голосование является обязательным. Основная цель – определение самых авторитетных и обладающих всеми необходимыми качествами кандидатов. Они в последующем будут выдвинуты местным отделением для участия в выборах, которые состоятся осенью. В Вознесенском сельском поселении предстоит выбрать главу и депутатов Совета. На встречу с кандидатами пришли заместитель главы администрации Вознесенского сельского поселения Анатолий Желудев и руководитель местного исполнительного комитета Лобинского местного отделения партии Алла Хутасова. Согласно устава партии, по инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева, руководителя партии, проходит внутрипартийное голосование, которое должно быть проведено в определенные сроки, которое определено политическим советом Лобинского местного отделения партии под руководством секретаря Лобинского местного отделения партии «Единая Россия» Александра Александровича Сачикова и принято решение членами политического совета Лобинского местного отделения партии «Единая Россия». Предварительное внутрипартийное голосование предшествует выборам, которые состоятся в сентябре 2014 года. Выборы глав и депутатам в органы местного самоуправления. Все кандидаты, участвующие в предварительном внутрипартийном голосовании, получили по три рекомендации от членов партии «Единая Россия». Местным политическим советом принято решение о подтверждении списка кандидатов из четырёх человек на должность главы поселения и 75 человек кандидатов в депутаты. На встрече кандидаты выступили с актуальными общественно-политическими и социально-экономическими вопросами развития Вознесенского сельского поселения. После выступления кандидатов выборщики получили бюллетени и отправились голосовать. Все вопросы, которые предусматриваются уставом партии и документами партии, выдерживаются полностью. Все рекомендации нашими кандидатами от членов партии получены. Голосование идёт в организованном и очень хорошем режиме. Всё, что необходимо, наши кандидаты сообщают своим избирателям, включая и те свои программы, которые они сегодня могут предложить на внутрипартийном голосовании нашим избирателям во всех сельских поселениях Лобинского района. Кандидаты готовы к тому, чтобы принять участие в выборах в сентябре 2014 года и достойно представить свои первичные отделения, Лобинское местное отделение партии, одержать победу уверенную, потому что все кандидаты – это достойные люди наших именно сельских поселений Лобинского района. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.